В Мортал Комбате? В Мортал Комбате. Так. Ишумитсу это из Теккена? Да, или у меня в голове просто... Мне послышалось Ишумитсу, но Ишумитсу это из Теккена. Ну да, я, по-моему, в Теккене одного запоминаю, что это маленький дракончик, который крутил брейк на хвосте. Маленький дракончик, которого надо было убивать только когда ты сам пригибаешься. Да, да. Но это нечестный герой. Вот мы когда с друзьями играли, этого дракончика брать было нельзя, потому что это просто неадекватно. Его убил только доктор, который все время на ногах вырежал. У него еще была ульта, он разбегался и 10% кабины отрывал. Это вообще, это вообще... А ты еще не можешь ему втащить особо. Да, но его бил профессор, который не мог встать, который все время валялся. Лежа воевал? Да, да, да. Он ему реально стабло втаскивал. Еще было какое-то дерево, которое могло быть кем угодно, но не маленьким дракончиком. Дерево, которое... А ты, типа, ну просто стоял в стиле... Слушайте, блин, ну мне захотелось теперь в Tekken 3 поиграть. Ну вы че, ребят, ну вы че. Нравится Last Pick, если угадаешь. Иван, мы подарим тебе Tekken 3. Не, мы подарим тебе час в каком-нибудь месте, где есть Tekken. PlayStation 1 у меня и дома есть, так что... Ну, подарю тебе дом твой. Вернете, наконец, паспорт. Нелюди. Угадывай, Иван. Dark Seer мне нравится. Свинга. Свинга, вот реально свинга. Я не понимаю, зачем она им здесь вообще нужна, от кого они будут... Мне не нравится Свинга. Чем они драться будут? Без идей. Короче. Свинга этой... Сейчас вот Урса добирать в мид. Это очень... Это Warlock Solo мид, и они так ослабились. Ну реально, просто сейчас придет... Сейчас они сами возьмут Dark Seer. Это Кэрри Винга. Ладно, ребят, извините шанс. Пардон. Вань, без Tekken. Что-то призадумался Сергей. Вот сейчас смотрю на его выражение лица после этих драфтов. И я даже не буду ничего спрашивать у Сережи. Он все скажет нам после игры. А сейчас вторая карта комплексти FDL. Комментируют Lex и Light of Heaven. Ну что ж, продолжаем следить за матчем FDL против команды комплексти. Вторая карта. Пики сделаны. Пиков больше нет. Но вот мы с Димой посовещались и подумали, что FDL пик на этой карте получше. Поувереннее. Поприятнее. И что-то здесь можно придумывать. Понадежнее. Так что посмотрим. Как тебе появление Фуриона от команды комплексти? Ну, когда вот Фуриона не было, я думал, что сейчас будут Верняковые 2-0. И мы пойдем комментируем следующую. Но когда появился Фурион, я уже могу... Я думаю, что у Мемоса есть шанс. Я прям чувствую. Шанс на третью карту. Ну, посмотрим. В принципе, опять же, FDL снова играет через Вингу Кэрри. Поглядим, что из этого выйдет. Потому что первая карта была, ну, такая себе. Ну, и игра через Минус Армор. То есть, FDL тут хватает. Ну, в этот раз герои, они как бы улыбаются друг другу. То есть, в прошлой игре я не особо понимал, например, зачем Паджик, зачем Саленсер, если под Global Talk'ом тебе нечего из нюков кидать. А здесь я вижу, что реально нормальная комбинация, где Слада прыгает наперед, там, ба-бах, туда, вслед за этим кидающего голема, прыгает Рекимарда в свою тучку, и Джиггернаут с Венжеву Спид режет. Так, ну, и давай пройдемся по игрокам и героям. Команда Комплексити. Свиндем Леменс на Лешраке. Джей Кей Сларк. Кансел на Миране. Зефрик. Спирит Брейкер. И Му на Фурионе. И FDL имеют Стан Кинга на Варлоке. 747-й Джиггернаут. Беса, он же Мема. Скэрри Венжеву Спирит. 0.4. Роуминг Рекимару и МГВ Слардар. Давно и Фуриона не видел в пиках в Европе на канале Датудоро Хаб 3. Его не было. Там, смотри, уже нашли кое-кого. Это Рекимару просто с центри. Просто с центри. И Рекимару должны убивать. Баратрум должен иметь досты. Но есть только с центри. То есть много потратят. Два с центри. Это, по сути, 200 золота. Есть стрела. Реки, конечно, убьют. Но, опять же, ценой двух лордов. Так что даже не знаю, насколько это хорошо. Да, ФВ получили. Ну, Мирана получает буст. То есть уже можно купить какую-то фласку. Либо просто выходить даже в какой-то быстрый боттл. Нет, все-таки фласка летит для канцеля. Забирает еще и 100 золота внизу. Давай на лайнап взглянем. Команда комплексити. Это Фурион в оффлейне. Соло мид Мирана. Баратрум будет у нас бегать по всей карте. На легкой комплексити Дабла, Сларк и Лишарак. Ну и ФДЛ в ответ ставит Даблу, Слардар, Эрикимару на сложный. На центре пока что Соло мид Джаггернаут. Ну и верхняя линия это Венга Кэри и Варлок Саппорт. Вот очень интересно посмотреть на то, как будет сочетаться Рикимару со Слардаром внизу. Поскольку очень хороший Рикимару, допустим, с таким оффлейнером, как Дарксир. Он вешает на него щиток и Рикимару начинает бегать, резать с упортов. Но вот с Лишрачком и Сларком может быть все не так просто. Поскольку Лишрак Рикимару с руки прогоняет. Например, у Рикимару вот у него 4 армора и он вроде бы может бить. Но с другой стороны у Лишрака тоже 3 армора. При этом у него очень много урона наносит стан на первом уровне. И 2 секунды продолжительность. Так что Рикимару не может его бить. Никоим образом. Проблема может быть МГВ. Не может стан дать. Ну да, замахивался, стан не давал. Но вот на топе смотрю у Фуриона все реально круто. Он стоит, фармит. Он имеет ренш-атаку, у него есть ботинок. Непонятно, как этого Му цеплять. Поэтому пока Му стоит фармит, за спиной, если что, и Зефрик, который готов рваться. И в случае чего можно и будет и убивать. Поэтому пока на этой линии Му все выглядит достаточно неплохо. Братрум ждет своего момента. В миде находится Джаггернаут и в него зайти сложновато. Все, что нужно делать Джаггернаут, это поддерживать себя на фулл-хп и желательно не бегать за Мираной. То есть ни в коем случае не рисковать. А снизу, как мы видим, Сларк нормально справляется против того же Слардара. И лишь Рачок при этом еще на пуллах поднимается. Ну как нормально. Все-таки МГВ получает фарм. Сколько ему хочется. Пока мешать трудно. Отлично. Джекей уже динает второго рейнш-крипа. И по уровню, конечно, это будет сказываться по количеству экспириенса. Не совсем приятный момент. Рикимару пока не знает, что ему делать. Потому что стоит в центре. Его прекрасно видят, как он подходит к персонажам противника. Не ясно. Такое чувство, что он просто забирает экспу на второй уровень. И на втором уровне, может быть, пойдет в мид, как-то нападет на Мирану. Ну, потому что от него пользы сравнительно мало. Вот он ничего не делает. Да, вот даже имеется у Рикимару опс вард. Он до сих пор его никуда не ставит. Хотя мог бы прийти, допустим, ударить по центре. И после этого, может быть, что-то бы сделал. В центре ставится трики. Паунс. Но JK. Есть краш вард вверх. Дарпак нажимается. Сайленс. От смокскрина. Но JK все-таки уходит. Параллельно на центре погибает джиггернаут от рук канцела из Африка. Не знаю, как у джиггернаут. А, у него крутилки нет. Лол. Он просто... Лол. Лол. Ну, я не знаю. Нет, бывают моменты. Я помню, Сумаил играл как раз-таки. То ли против Магнуса, то ли кого. Он не прокачивал крутилку. Но вот здесь... Ну, на единичку-то можно взять. Ну, да, на единичку. То есть, если ты... Если есть прав... Уверен, что на тебя никто не будет нападать, и маги нет. Опасно, кто не прокачивает. Там, например, старший ром за его едить. Ну, тут много чего, да. То есть, пара трупов, ты понимаешь. Станли широка. Да, тоже вариант. Тут очень много неприятностей для джекернаута могут быть. Ну, вот все. Крутилка теперь есть. Но ошибся он. Отдал фраг. МГВ остается один на линии. Не так просто ему тут стоять. Есть тан от Меланза мимо. Только лишь по крипам попадает. МГВ нажимает фаску. Может быть, на центр снова будет выход. Зафрик готов. Зафрик готов бежать. Но уже только себе развести как-то на крутилке. И после этого врываться. Других вариантов просто нет. Баратром на позиции. Может быть, получится еще раз. Очень хочет напасть на джекернаута. И тут также рядышком бегает Хурион. Если что, он пролетит через ТП. И пока довольствуется колу только тем, что они фармят две линии. И при этом выкачивает лес. Барик поехал вниз. Джекернаут это дело видел. Поэтому он уже докладывает. Я надеюсь. Потому что Снардар реагирует. Все, реагирует, реагирует. Нет, не реагирует. И Баратром закатывается. Может быть, он задрот. Почти. Очень долго все-таки зафрик пока бежит. Чарж только на левел один. На центр выход, кстати, есть. Канцелл побитый. Есть у него не лип. Но Рикки Мару можно дать смоускрин. Он там какой-то крит прокнет. Либо Блэдфюри. И можно канцелл убить. Канцелл без маны. Сейчас появляется мана только лишь на лип. Тут Курьер может погибнуть. Также Рикки Мару. Ну, как-то дайте инфу. Там же вроде было видно, что Мирана получила Аквилу или что-то. Нет. 0-4 бегает пока что без какого-либо импакта для своей команды. Тем временем снизу. Угу. Там же без маны. Есть у него стики. Стики надо нажать. Стики надо нажать. Не знаю. Нажал бы стики, дал бы Крашик и убил бы. Очень долго летит сюда Винга. Винга одна. Огромное количество пеньков. Начинает его пробивать. Закрывает Фуриончик. Стана у Лишрачка нет. И выживает. Выживает Мемос. Но в любом случае очень битый. Отхилится Фласочкой. Пока есть шанс. После этого отбить атаку на вышку. И ну только Слардар отдали. Мы сейчас Базафрика нашли. Он тут стоит без маны. Телепорт у него также не хватает маны. Но не находят. Пытается с танкинг хоть кого-то. Здесь, знаете, никого нет. Улетает лишь рак. Хотя смотри, помигал джиггернаут. Где может стоять за фрик. Но нет, станкинг не проверяет. Что-то так может постоять. Потом вообще чаш на кого-то дать. Но долго еще ждать. Вард стоит. Все-таки там маны регены очень маленькие. 0,7. Винга остается внизу, да? То есть все. Поменялись линиями. Нам Джови на топе. Винга внизу. Будет репла. Теперь у Слардарка проблема. Слардарк здесь непонятно. Как вообще будут фармить. Только лишь по таверам. Потому что вот этот реплан будет гонобить. Все-таки это рейнджевики 2 и Рикимару. Ну вот Варлок решил, что не будет он гнобить. И он побежал на мид. При этом побежал без сапога. Ну да, конечно. Этот дедушка бегает очень пока медленно. При этом остается у нас Винга и Рикимару. И очень легко забрать будет Вингу здесь. За счет ТП Фуриона и чарджа того же Братрума. Делается танкинг просто стаки, как я понимаю, на Эншентах. Которые в будущем будут фармить, может быть, джиггернаут. Не знаю, пока стаки фармить вообще некому. Абсолютно. Ну, на будущее. На будущее. Канцел ищет кого-то. Прибегает на вяз. Тут берет себе седьмой уровень. И самое время подобрать руну. Руна Баунти Хантер. В свою очередь, Варлок подбирает руну Ригена. Но она ему не особо нужна. И отдает руну джиггернауту. Чардж на джиггернаута. Ну, я думаю, он будет отменен. Потому что смысла бежать до конца нет. Хотя, ну, там, опять же, крутилка будет. Поэтому только максимум на крутилке можно будет развести. Кулы довольно раскладом. Потому что Фурион пушит вышку сверху. Естественно, никто из ФДЛ не дефит. Потому что один Слардар, ну, вряд ли, что-то здесь может предъявить. В это время они сами не пушат вышку снизу. А зачем-то пульт клипов на нейтралов. И Кулы пока опять захватывают пространство. Может попытаться убить лишь аркаун. Здесь один в опасности. Ну, правда, есть сентри. Поэтому мы должны все понимать. Ну, Фуриону очень все круто пофарму. Вот, а 31 и 4 получают еще деньги за Тауэр. Команда комплекса в целом уже из Базил, КПТ, левел 6. Это, конечно, печально. Ну, можно идти дальше. Если ФДЛ не приходили защищать, то не факт, что они придут и второй Тауэр защищать. Вниз смещается Кэнсел. Сейчас Тенкинга могут найти. Очень в опасной позиции стоит. Ну, конечно, потенциально хотят убить именно Мемеса. Мемес есть свап. Может быть, свапнет Стенкинга? Нет, не хочет. Ну, вот сейчас можно было. Как-то мог бы сразу пойти, бы с Тенкингом свапаться. Но не вышло. Погибает у Тагивинга. Да, Рикки Мэр находился очень далеко. Возможно, только он мог спасти. Ну, а Варлок, он четвертого уровня. И Варлоку по-хорошему вообще лучше всего валиться с хардлинией и просто идти набирать экспиренс. Например, сверху. Шестой нужен. И в это время, как мы и предполагали, пуш продолжается. Огромное количество крипов. При этом еще пеньки Фуриона продолжают высочку убивать. Слардер пятого уровня толком ничего здесь не может сделать. И все слишком хорошо уколов. Они просто разносят. Три тысячи голды привез. У него слишком плохо все Фудел. Да, пока они рассерены, непонятно, что им делать. Вот только Джаггернаута, смотри, по Клипстату все более-менее сносно. Все-таки он Блэйдфьюри качает. Пошла стрела. Болистка, но все-таки мимо. Блэйнфаут Рикки. Видит Рикки на центре в Варде. Есть омнислэш, кстати говоря. Липпотрачен, кайселанда отсюда уходить. Там на топе параллельно убивают Фуриона. Команда Фудел. Вот он, первый фраг для них сделан. Смогли все-таки выйти втроем и через станы поубивать. Но хоть что-то. Хотя бы так надо начинать. А то прям было совсем плохо. Да и Фурион играл очень нагло. Снизу решили всей семьей забрать стаки. Да, очень быстро ее забирают. Все-таки там и Лишрак. И у Сларка уже замаг Шендерпакт. Очень много дэмэджа. Рикки Моро получает экспиренс. Ну, по идее, уже мало кто может стоять. Ты получаешь паун, стан Лишрочка и после этого стрелу Мираны. И Рикки Моро будет хотя бы в инвизе получать экспиренс. И у него больше всего шансов выживать. Тут пушить комплексити. Четвером будет ли как-то Фудел пытаться дефить. Варлок еще до сих пор нет ультимейта. Довольно опасный слепортер. Джаггернаут раскручивается. Обгоняет отсюда всех прочь. Пошел смокскрин неплохо. Дасты. Просветили Рикки Моро. Погоня за Рикки Моро будет. Ультимейт от Фуриона. Ну, четвертому довольно больно. Надо как-то помочь ему с лингстрайком. Он почему-то Блинк решил не делать. Он почему-то решил не прыгнуть на Джаггернаута. Ну, помогите. Джаггернаут. Не хочет. Мог бы подойти, конечно, попытаться. Зря, наверное, бежал. Сюда убегает. У него раньше не такой большой. Из-за этого прыгнуть ни на кого не смог. Ну и давит комплексити дальше. Посмотри. Не хотят уходить отсюда вообще. Ну, если в ПДЛ вообще ничего не делают. Потому что, как мы видим, им толком нечем драться. Варлок по-прежнему пятого уровня. То, а что бы и нет. Пенечки есть. Диаболики у Лишрака того же есть. И товара падают. Параллельно погибает Мемис. Там Сларк. Ну, и Зефрик сбивает телепорт. 6-1. Хотя, опять же, по крипстатам. ФДЛ на удивление. Там Джаггернаута Венга держится. Очень уверенно. Это ничего не значит. На центр. Готовы были выходить на Станкинга. Но успел он уйти за Тир-2 башню. Я вот так приглянулся на пик ФДЛ. И понимаю, что нечем убивать даже пенеков Фориона. Ну, как бы, может Джаггернаут пойти и убить все это с вертушки. Но, если этой вертушки нет. Или если вертушку он отдает во что-то еще. То, обычно по героям старается заехать. То эти пеньки элементарно могут разделить. Если его демо, что он не слышит. И получается довольно-таки шаткая ситуация. То, что в ФДЛ им реально нечем защищаться. Просто нечем. Если сейчас колы начнут сноуболиться. То защиты нет. Ну, а герой тут сноубола есть. Это и Сларк. То же самое. Фреон. Профармит и Баратрон. Который все начнет бегать и убивать. Возьмет много артефактов. Хороший уровень. Уже появляется у Спириддрекера ультимейт. Но мы видим, что по Натворсам Мирана и Сларк идут на первых местах. Все очень у них круто. Фреон идет на четвертой позиции. Который мотовали фармить. Внизу ФДЛ начинает пушить. Но тут приходят пеньки. Опять же, как-то отмечал пеньков убит. Руто Баратрон далековато бежит. Да, замес с пеньками. Переагривает на себя всех крипов. Выигрывает очень много времени. И Слардар с Джиггернаутом вынужден вдвоем убивать эту вышку. Летит сюда. Тут еще готовы при этом дефить. Да, смотри. Но не один. Тут еще и Чарж. Тут еще и телепорт от Сларка. В итоге отличный стан от Мелонза. Блэфюри тэп-аут. Успеет улететь отсюда Джиггернаут. Очень много дэмэджа. Диаболики. Тавр и Джиггернаут не улетают. МГВ. Пытается уйти. Ну, хотя бы МГВ уходит. Все равно очень плохо. Тавр остался. Он еще и денайбл в придаче. Как же все плохо для команды ФДЛ. Просто не придумаешь. Хуже? Особо ничего не потратили. Есть то ли широка аркантапки. Поэтому пуш можно возобновлять. И мана всегда будет. Также у нас еще стоит тир-два вышка. У которой полстолба. И никакой защиты здесь нет. И ФДЛ решили, что можно идти в смоки. Учитывая то, что голем по-прежнему отсутствует. Ну, это смотри. Они очень круто делают. То есть, можешь ведь прочекать уровень. Станкинг не палится, что у него есть ультимейт. Но как только они подойдут, он нажмет книгу, ультимейт появится. То есть, в этом идея. А, это круто. Это очень круто. Это очень круто. Блотом свап. Книжка пока не кушается Станкингом. Пошел просто Монлайт. А Дасты где? Нет. Нет, живет. Ну что, Станкинг книгу нажал. Пошел голем. Неплохо по троим залетает. Можно убить брат Трума. Прибегает Сларк. В итоге Зефрик погиб. На трансмены один в один. Рикки также погибает. Голема очень быстро убили. В итоге провалился план команды ФДЛ. Хотя звучало очень круто. Только один герой погиб. А это все-таки голем с кулдауном почти 3 минуты. Сларк сбивает. Аплифай дэмэдж. Ну и на этом все. Конец. Что теперь делать дальше? Снова голема нет больше 2 минут. Ну, по-хорошему теперь вешатся. 12 минуты почти 7 тысяч. Это очень много. Это очень много денег. Рикки Мару вот только-только взял шестой. Теперь он может как-то вносить импакт. Слардер без блинка до сих пор. Поэтому ему нереально подобраться. Он там получает либо паун сларкой под шоттодэнсом он его убивает. Либо там спруты, либо чарж вообще. Что он только не получает на свое лицо. Он просто не может зайти в замес. Ну и Джиггернаут. Джиггернаут, как мы отмечали, он в этой игре пока плюс-минус держится. Но самое тяжкое для него это то, что пеньки ему мешают. Умешают кого-то убивать через ультимейт. Да, ну и в будущем эти пеньки надо тоже как-то убивать. То есть, может быть, мы увидим БФ. Вот 747-го уж не знаю. Но пока реально трудно. А Старк-то начинается опять же сноубол. И сегодня скоро будет Shadow Blade. Тогда начнут убивать еще больше героев по типу Варлока, которые просто булочки. Рикки Мару, если купить себе дасты. Не знаю. Что придумать надо ФДЛ. Вот они взяли эту Вингу кэри, которая тоже непонятно, как ее реализовывает 0-2-2. Но и в итоге Мемя здесь будут погибать. Да, просто Баун, Старпак, Незерстрайк. Еще дальше Карнсел пошел, Дэдстрилу, но никуда она не попадает. Да, нечем отбиваться. Минус армор повесит. Даже не может минус армор повесить. Но очень нагло действует Кола. Забирает вышку по центру. Уточнее, забирает вышку по верху, а после этого переместятся на центр. И довольно-таки вальяжно перемещаются. Слушай, если это дальше пойдет, то я думаю, через минуту есть, можно и закончить вообще эту игру. Да, да, да. Вообще желание. Большой врыв от Затрика. Отличный краш. Но тут прыгает Мирана. Есть у него Старшторм, есть стрела. Старшторм полетел. Живей стрелу и выйдет. Но есть Виженом. Живей под Шеду Ворном все-таки под хилл хватает. Рикки заканчивается действие тостов. Его не видно больше. Перемещается на центр Лешрачок. И у него, наверное, самый большой ДПС по вышкам. Так что самое время забирать. В это время Сларк у нас с Shadow Blade уже готов вырубать людей. И все эти люди вынуждены бежать на базу, поскольку 5 на 5 они вообще ничего не могут сделать. Да, надо еще 30 секунд ждать до Голема. И Тома видели, что от Голема польза, наверное, только скорее вот этот Стане. Потому что погибает он слишком быстро. Просто его все фокусят, как Том Стоун у того же самого Ландайга. И все, стрела залетает 4-секундная по Винге. Продолжения, видимо, никакого не будет. Да, просто Вингку подхилили. И на этом все. Но башня упадет. Обойди. Обойди со спины для Сларка. Ну, там в центре Сларка будет готова встречать. Им и Смог дадут. И Вингастан даст. Поэтому опасно может быть. 9-2. Графики будут расти. Да, все с половиной тысяч плюс. 5 по опыту плюс. Все пока очень печально. Баратором 1000 золота. После ботинка. Фурион, Баклер, Барабанщики ПТ. Левел 9. Ну, Миранов фармит себе Аганимку. Рикимаров пошел на разведку. И сейчас он найдет Лешрака. Вот он в наглую фармит линию. Такого Лешрака нужно убивать, пока он вообще себе ничего не купил. У него только Аркан Тапки. Это 900 хп. Но Меланс. Не делает. Тэпаут остается. Я думал, что сейчас играется осторожно. А он как обычно. Не, 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 не. Никаких это паутов. Нажимает Диаболики. Начинает Бирс Лешрака. Кстати, за него не так много. 300 золота дали, я думал. Чуть больше. Чуть больше. Ну, хоть что-то. Эта цифра показывает далеко не все. Хоть что-то получает команда ФТЛ. 800. Ну да, 800 золота разница в этой битве была. Меланс надежды ФТЛ. Пожидают момент комплекции. Зафри готов прыгать. Краш потрачен, но МГВ не подставляется совершенно. Очень далеко еще МГВ от Даблингдайгера. Ничего, тысячи золота фармить ему. Это, конечно, много. С такой-то игрой, когда у тебя на Творс 3200. Поставили большое количество вардов снизу и теперь готовы принимать. Но отличный вард от коллов. Показывает все планы ФТЛ. И сейчас Вингу можно идти и принимать. Ну, там не Винга. Смотри, там еще. Рикимару в Эрмизе. Окей. Рикки дал Эрфу. И Джайгер улетает. Окей. А вот Рикимару. Есть башек по Мемис. Мемис уходит в Эрмиз. Пошли дасты. Все, Мемиса здесь уже не отпускает. Может, даже Рикимару не отпустят. Смотрим. Мемис покажу. Ой, свап дать. Ну, давай, давай, давай. На Рикимару бы дал. Но Рикки не подставлялся. Рикки говорит, не, братан. Извини. Нам и так конец, да, можно сказать. Ну, мог подставиться. Там Рикимару бы ультимейт бы нажал. Ну, да ладно. Рошан будет падать. Мирус армора, правда, никакого вроде нет. Но и без него справляются. Тут Диаболики, опять же, как я отмечал, демиджа много. С них идет Гем, появляется. Все, вот молодцы. Купили просто ранний Гем себе. Да, ну, тут доминация уже настолько сильная, что единственное, как могут, наверное, ФДЛ-камбейчиться, это убивать героев по одному. А тут, по-моему, все довольно-таки просто. Покупаешь Гем, желательно отдать его, конечно, Сларку. Можно там выкинуть какой-нибудь аренталон. И Сларк с этим Гемом будет почти неуязвим. Его тут взять будет нереально. Учитывая то, что... Да, Сентрея очень мало. Ставят в противники. Стрелой, смотри, не получил. Ах, ну, было. Было близко, канцл. Аегис для Сларка. Сларк, Аегис, есть облимен став, уже почти есть деньги на саблю. Ну, непонятно, как это отыгрывать все. Вообще непонятно. Вообще идеи нет, просто их ноль. Мо покупает Мекку. У него вообще замечательный билд на пуш. Это и Мека, и Барабан, и все, что способно усилить свою команду, когда вы идете толпой, и ваша задача убивать ТВРА. При этом он забирает очень хорошую точку. Кстати, очень многие сейчас любят эту точку в пабе, они туда заходят. Там Марфу, Миран, и Фурионом. И в мидгейме сложно загангать. Достаточно поставить одну сентрю. И в FDL, по-моему, надо молиться и не знаю на что. У нас везло, что он будет ходить. Да-да, или Стан в пятерых, Гален в пятерых, Банды в пятерых, Тучка в пятерых. Это мы уже проходили с тобой. Реализовать это все мало вероятно. Да-да-да, это сказки. Ну, смотри, Блинк Даггер у Злордара все-таки появляется. Хоть что, тот же Гернаут себе купил Яшу. Фейсбут понимает, что бэф если купит, то, возможно, просто этого бэфа не хватит. Он не сможет вообще фармить. Да-да. Наверное, будет выходить манта-стайл какой-то. Нужны статы. Надо статы. На топе получать просто эксп. И Сларк поехал, ищет Рекимару. А Гему Сларка, да? Да, тогда Сларк с Гемом еще следует. Ну, пока... Он четвертая хорошая позиция, главное отсюда не выходить. Прокликать Сларка, понимаешь, что там Гем Смоук целых три пачки покупает с Виндлос. В полной программе. Ну, и появляется сабля Сларка. Опять же, это Сноубол от команды Комплексти просто идет. Три игрока команды Комплексти в топе по общей ценности. Опять же, мы видим, что очень бедный саппорт у команды выдал. Что Рекимару, что Варлок. У Варлока, ну... Вообще ничего нет. Мирана появляется Аганим. По таймингу все очень хорошо. Вот я помню, когда команда Мемеса обыграла. Энви на квалах Дота Пита. Там было Б-105, и они выиграли три игры. Програли две. Он, что, Герналтус погиб. Опасно. Ну, хотя далековато там темой. Показываем. Светим, светим, светим. Даст. Окей, даст, пошел. Коровка беги, но остальных не видно. Забайтить на коровку. Трила пошла. Сларда немножко ошибся. И Гален полетел, он только в одного Баратрума. Баратрум, в свою очередь, погибает за свою команду. И Лишрак начинает раздавать. Очень много демеджа он вписывает по врагам. Его стараются зафокусить. И у них это получается. Но он столько демеджа вписал, что рассыпается вся команда ФЛ. Фантастика. Ну, уже подходит сюда Сларк Фрион. Добивает остальных. Остается только один Слардар живой. Он пытается убежать. Да, там, посмотрев А3кап, сколько демеджа внес. С Виндлс 3, 361. Да, это вот та самая история, когда Лишрак, он вроде бы и суппорт. Но у него одни аркантапки. Но если его не зафокусить, то он убьет всех. МГВ ошибается. Просто пошел фармить на 400 хб, там, буквально, без маны. Минус вся команда ФДЛ. Размен на одного Лишрака, который стал, по сути, MVP данной битвы. Ну и падает РТ-3 башня. Ну, по-хорошему, я думаю, что это гуд гейм. Потому что Кола играет в этой игре хорошо. То есть у них славные драки, они хорошо подставляют, допустим, своих танков, в данном случае Брат Руман, ну и дамагеры, в данном случае Лишрачок, Миран, они свое дело делают. Не ожидал, я верил в Мемоса. Особенно после того в Бест-105. Влетает Джиггернаут, нажимает крутилку, пошел веб в террор. Сларка почти убили, но он, напомню, еще и Аигис имеет, поэтому убьете, не убьете, это не имеет значения. На развороте можно, потому что кулдаунов особо нет. Фактически все имеется уколов, разве что Сларк без Шадоу Дэнса. И они могут, они могут прямо сейчас пойти и завершить игру. Ну да, учитывая, опять же, что Аигис имеется. Но, с другой стороны, зачем им идти по центру, если можно пойти по ботам, убить там тердовую башню? Они могут там особо-то и не спешить, у них так все круто. То есть по экономике там, ну это да, это уже все. ГГ тут, не знаю. То есть и вот мы видели Голем в файте от Варлока, был такой себе, по сути он был бесполезный. Ну он был, но он был в Братруму, да. Да, да, надо там по трем, по четырем. Там в Братруму, там все отдали в Братруму. Тем более попасть несложно-то, учитывая, что все-таки Голем там имеет, ну, огромный рейндж. Все посмотреть, там попасть можно. Рейндж от этого стана. Убили Варлока, о котором мы говорили, врыв на Джиггернаута. Джиггернаут пытается уйти. Рикки уходят в ультимейдж. Джиггернаут уходит на крутилки. Кстати, неплохо ставить неплохие спроты от Му. МГВ должен добивать МГВ. Нажимать стики, но это не помогает. Ну и улетает просто отсюда Рикки. Ну, слушай, Мемеса должен добить. Мемес погибает. Просто идут уже в ФДЛ практически под тир-4 башни. Ничего не боятся. Нажимается Мега-тну. Все фуловые. Ну и просто Станкинг понимает, что... Ну, а зачем? Зачем продолжать? Да, Колы находятся в очень хорошей форме. Колы провели замечательные две игры. Показали то, что они фавориты. Хотя я, честно говоря, ожидал от этого матча больше. И... Ну да, я думал, что будет в 2-1 победа либо Колов, либо ФДЛ. Но не так легко, а не так за 20 минут. Все-таки. Две карты, да, просто. Хотя вроде пик был адекватный. И можно было как-то его реализовать. Но Колы выиграют 2-0. Колы проходят в финал. Они будут в шаге от попадания на мейн-ивент Бостон Мейджор. С чем мы их и поздравляем. Нужно будет постараться еще чуть-чуть. Как раз-таки против команды НП они будут играть. Так что будет любопытно. Ну, а мы передаем слово нашим аналитикам. Им есть что обсудить. Потому что карты получились какой-то... Ну, просто. Я не знаю, как сказать. Но я думаю, вот они наверняка нам рассказывают, что же произошло с командой ФДЛ. Потому что команда очень хорошо себя показывала на групповой стадии. Но вот в этих Бестов... В этом Бестов 3 она как будто... Ее как будто подменили. Я думаю, нашим ребятам есть что сказать. Вам слово, Иван. Мне-то сказать как раз нечего, Дмитрий. А вот я думаю, моим аналитикам есть что обсудить. Потому что действительно мне самому, как небольшому такому глору команды ФДЛ обидно, что ребята так хорошо показывают себя на групповом этапе. Я уже ожидал, что ну все. Теперь ребята подсобрались, натренировались за эти 4 месяца еще улучшили свой уровень подготовки. И сейчас будут рвать и метать. Прошли в плей-офф. И вот тут как-то, знаете, неуверенно уже играют. Вообще во второй карте просто какой-то мрак. Сергей отмолчался у нас до матча. Да, Сергей отмолчался до матча. И я думаю, сделал какие-то выводы и предположения по поводу этой игры. Он сделал абсолютно те же самые, что на первой карте. Но не знаю, что с ФДЛом произошло. Конечно, от этой встречи, от этой серии мы ждали куда большего, что реально ФДЛы дадут бой. Что наконец-то наш товарищ Фасоля Мемес пройдет. А перестал он использовать приставку Мемес. Теперь он просто бин. Да, в этом, мне кажется, и проблемы были. Ладно, суть не в этом. Ну, вторую карту подряд. Просто колы набирают какую-то гангующую стратегию.